Ну и о последствиях. Включая нашу студию в отеле Арнат Хаят сейчас президент Российского газового союза Сергей Чужов. Сергей Дмитриевич, я приветствую вас, благодарю за то, что вы с нами. Добрый вечер. Вы насколько полагаете, насколько возможно снятие в текущих условиях вот этого эмбарго на экспорт нефти? Ну, я думаю, реальная ситуация 50 на 50. Действительно, вот на новой позиции то, что конгрессмены от двух партий договорились об этом, с моей точки зрения, это реально представляет путь для того, чтобы это было возможно и что это произойдет. С другой стороны, я, например, несколько скептически отношусь к тому, что эта ситуация реально обрушит рынок нефти в мире. Потому что, несмотря ни на что, экономика Соединенных Штатов является одной из крупнейших экономик, которые потребляет нефть. И, по сути, это является одним из основных импортеров нефти в мире. Если это происходит, какое это влияние оказывает на российскую экономику? Ну, есть два сценария. Если следовать моему сценарию, то практически никакого. Это будет некая добавка, которая не окажет существенного влияния на нефть. Если я не прав и мой анализ не прав, то, естественно, мы вправе допускать, что рынок нефти отреагирует достаточно резко. И цена может опуститься до 30, возможно, ниже. Ну, рынок живет ожиданиями. Вот сейчас какая ситуация? Слабо, медленно открывается. Ну, я все-таки думаю, что, если честно, я все-таки продержусь своей позиции, что существенного влияния на рынок нефти это решение в краткосрочной перспективе не принесет какого-то изменения рынка нефти. Ну, почему вы так думаете? Это вот чисто психологический фактор. Если эмбарго снимает сырая нефть в таких серьезных масштабах, через какой период времени может пойти? Ну, я думаю, что не раньше, через полгода. Через... Полгода. Через шесть месяцев. Потому что это заключение необходимых контрактов, это подготовка необходимой инфраструктуры, это нахождение танкеров, это продажа на скотовом рынке и так далее. Я более склонен считать, что влияние на рынок нефти больше окажет Иран. Ну, вот уж снижение по бренду сейчас почти 3% и 3,8% по LightSuite. Да, но это было до того, как было объявлено, что конгрессмены договорились о том, что, возможно, президент США снимет эмбарго на экспорт нефти. То есть, я считаю, что это несвязанные факторы. В этом падении уже заложены ожидания? Я думаю, что 50% как минимум, да. Хорошо. Вот вы какой-то такой лак, очень короткий, в полгода. Я разговаривал с экспертами, оценки такие вплоть до 10 лет. Ну, поживем и увидим. 10 лет, это было бы, конечно, хорошо. Если мы говорим о начале экспансии Соединенных Штатов, то я думаю, что полгода, потому что эта тема обсуждается уже достаточно давно, и какие-то мероприятия делали. Если мы говорим о том, чтобы Соединенные Штаты стали действительно полноценным экспортером, то действительно это займет более долгий срок. Я так понимаю, что мы сейчас говорим о начале выхода нефти. То есть, какие-то логистические уже маршруты и действия предпринимались, да, перед этим? Расчеты, расчеты. Хорошо. Специально для любителей конспирологических теорий. Вот почему сейчас, когда рынок нефти, я скажу, принасыщен серьезно, но все равно разрыв между спросом и предложением существует? Ну, если для этого, для конспирологической ситуации, то мы можем сказать, что Соединенные Штаты пытаются оказать давление на Российскую Федерацию, на экономику Российской Федерации. Хотят усилить свои договорные позиции для того, чтобы выстраивать отношения по Сирии и, возможно, в Украине в более удобном русле, чтобы получить более правильную стартовую позицию для переговоров. Специально для любителей конспирологических точек зрения. Ясно. Вот интересный вопрос, на мой взгляд, наши обозреватели мне подкидывают. Импортерами американской нефти какие страны могут быть, опять же, в ситуации перенасыщенности рынка? Вы знаете, я думаю, что, скорее всего, учитывая, что эти поставки пойдут из США, я думаю, что, скорее всего, это будет спотовый рынок нефти, который работает достаточно оперативно. Ты заявляешь, что у тебя есть объем нефти, и тот, кому это нужно, тот, скорее всего, его покупает. С большой долей вероятности мы можем посчитать, что это будет Европа, скорее всего, это могут быть прибалтийские страны, которые в силу традиционной любви к Российской Федерации будут стремиться найти альтернативные источники поставки. Возможно, Польша, но жестко сейчас говорить нельзя. Я думаю, что, скорее всего, это будет спотовый рынок, и тот, кому это будет более нужно, тот и будет покупать. То есть, проблем найти покупателя даже сейчас у американской нефти не будет, да? Я думаю, нет, я думаю, это спотовый рынок, кому нужно, тот и будет покупать. Это аналогичная ситуация, как рынок газа или другого сырья. Встраивается ли вот это намерение в реализацию зоны свободной торговли с ЕС? Ну, каким-то боком, да. Я бы не сказал, что это чему-то противоречит. С моей точки зрения, это та вещь, которая органично встраивается в схему свободной торговли между европейским сообществом и Соединёнными Штатами. Ну, ещё один фактор давления, возможное понижение ставки ФРС, мы опрашиваем всех экспертов отрасли сырьевой. Здесь ваши умозаключения? Ну, вы знаете, это сложный вопрос, потому что я вот сколько разговаривал, все говорят одну очень интересную вещь. Наша оценка, что всё будет разноправлено. Ну, я думаю, что доллар будет укрепляться по отношению к другим валютам, а вот как это будет связано со стоимостью нефти или стоимостью рубля, мне кажется, это вот уже будущее покажет. То есть, моё понимание, что доллар после этого будет как бы реально укрепляться, потому что я думаю, что с 2006 года, если это будет, это будет первое повышение, насколько я понимаю, ставки, учётные ставки ФРС. Ну, если вы выдаёте полгода для начала экспансии, есть ли у российского правительства, у российских властей какие-то контрмеры, и могут ли они вообще? Ну, смотрите, я думаю, что реально ослабление нагрузки на нефтяной сектор я в данной экономической ситуации не ожидаю. Да, потому что бюджет достаточно напряжённый, так называемый нефтяновый манёвр, он как бы заложен. Поэтому я думаю, что нефтяникам и государству, если реально мы увидим, что цены на нефть пойдут вниз, придётся жить в таких же условиях, как было в конце 90-х. Да, когда баррель нефти составлял 7-8, это было тяжело. Поэтому я сомневаюсь, что кто-то может реально принять какие-то меры. Для поддержки нефтянки сейчас не лучшая экономическая ситуация. Кстати, Сергеевич, нефтяная отрасль лаконична. Итоги года? Экономим, развиваемся и верим в будущее. Ничего, что я так лозунгами, партийными. Нет, нет, это почти не партийные. Вы знаете, да, видите, молитву, символ веры, да, в конце, там, ожидая воскрешения из мертвых и жизни будущего века. Аминь. Да, 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 прям из-за молитвы. Да. Вопрос Владимиру Путину на завтра. Ой, хороший, 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 хороший вопрос. Хотелось бы, чтобы наша экономика развивалась либерально, целенаправленно и прозрачно. Когда это будет возможно? Это пожелание. А когда это будет возможно? Да, когда это будет возможно. Да, но вы практически в унисон с многими вопросами, которые поступают к нам на хэштег, чуть позже мы об этом. Сергей Вячеславович, я благодарю вас. Спасибо вам. Да, если не увидимся, хорошего Нового года. Президент Российского газового союза не увидимся в этом году. Сергей Чижов был на прямой связи с нами из нашей студии в отеле «Аррат Хэд». Всегда рад вас видеть. Президент Российского газового союза не увидимся в этом году.